Здравствуйте, я хотела задать пару вопросов о творчестве и о вашем жизненном стиле. Здравствуйте. Почему назвали свое творчество имя Жан? Ну, во-первых, Жан переводится «душа», поэтому моя песня, каждая песня моя с душой, поэтому мое творческое имя Жан, поэтому я так выбрал. Как ты называешь свой стиль? Ну, мой стиль, если вам честно сказать, вот рэп-лилика, больше я его никак не могу назвать, потому что у меня больше юридические песни, чем у меня какой-нибудь жесткий хип-хоп. Хотел бы ты спеть с кем-нибудь из знаменитостей дуэтом? Дуэтом, да, я бы хотел, конечно, спеть с кем-нибудь, они бы мне дали бы стимул, урок какой-нибудь, из знаменитостей я бы мог бы спеть, почему бы и нет. Как вы продвигаете свои песни? Я продвигаю свои песни, в основном, через интернет, потому что сейчас многие люди, молодежь, сидят в интернете, поэтому самое легко продвигать, конечно же, будет лучше всего, и я советую, конечно, через интернет. Когда вы начали заниматься музыкой? Заниматься музыкой профессионально я начал очень-очень давно, у меня папа музыкант, мама у меня тоже раньше давно пела, но, как бы сказать, я не занимался пелом. Вообще, я начал заниматься именно коллегами музыкой очень давно. Вы поете только рэп или вы в другом стиле тоже поете? Я пою, честное слово сказать, разные песни, но в основном остановился вот на лирике, хип-хоп, это мне лучше так преподнести людям свои мысли, свои эмоции. Вы поете только на русском языке или вы поете на другом еще языке? Если честно вам сказать, я могу петь на разных, на разных, на казахском, на английском, на русском, для меня нет проблем. Просто на русском языке я могу больше преподнести вам, я не слушаю тебе, о чем мои песни. Сколько песен в вашем творчестве? В моем творчестве песен, если честно сказать, довольно-таки много, но именно авторских записанных песен у меня пять. Я вот хочу еще пять песен добить и выпустить, дай бог, свой первый альбом. Какую песню вы можете выделить из своего творчества? Из моего творчества я могу выделить песню, которую записали в студии ДБР, почему вы не рекордсы, трек называется «Над небом». Из чего начали заниматься музыкой? Что вас подвигло? Раньше в детстве, я помню, когда еще в подростковом возрасте, когда мы еще во дворах там бегали, что-то писали, сочиняли, что-то там, я не знаю, бегали туда-сюда. Тогда я вот слушал интересного одного человека, его имя «Паук», вот с этого я начал как-то свое творчество. Начали сочинять, что-то первые листки, бумаги мы там писали, что-то. И с этого у меня началось зарождение вот хип-хопа, можно так сказать. Откуда вы берете вдохновение своих песен? Знаете, если честно сказать, вдохновение, оно приходит само собой. Если человек талантливый, то он будет сочинять, писать песни, выкладывать в сеть и так далее. Если у человека нет таланта, то я не знаю, что здесь уже говорить. Что вы посоветуете новичкам, кто только начинает заниматься музыкой? Новичкам я советую побольше стимула, больше писать песни, не смотреть на критиков, потому что критики будут по-любому, они и так, и так будут вас критиковать. Поэтому я считаю, что несмотря на это, двигайтесь вперед, выкладывайте песни на диспетчатку. Спасибо, что вы выделили время. У нас в гостях был сегодня Камалеев Жанн. И до новых встреч. До свидания.